Я, короче, пошёл за шаурмой и встретил ЛДЖС Аблеева. Вот мы это продаём, алло, отвечает такой на какой-то телефон, да-да, продали и выкидывали. Я до определённого возраста положу и шла. Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на очередное интервью. И сегодня у меня в гостях автор канала Патрик Мьюзик. Его канал очень часто у многих мелькал в рекомендациях, у моих друзей, прям у каждого второго твои ролики, кстати, вылазили. Они, короче, на них заходили, смотрели, а потом говорю, хм, а я у него интервью буду скоро брать. Серьёзно? Круто! Вот, в общем, сегодня у меня в гостях Патрик Мьюзик. И вы, друзья, очень много хороших вопросов нас задавали. И я думаю, сегодня у нас получится очень хорошая беседа. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, подписывайтесь на Патрика. И в комментариях можете заранее, может быть, какие-то вопросы позадавать. Если что, мы в комментариях, может быть, вам там поотвечаем. И, короче, самый такой вопрос, просто его очень много задавали. Рад ли ты тому, что ушёл из Танков Онлайн? Ну, для начала всем привет. Да, я ещё не поздоровался. Ну, по поводу Танков Онлайн. Я постоянно в комментариях отвечаю многим людям на эту тему. И даже люблю узнать, что там где в сообществе можно гуглить сообщения. И я сейчас сбиваю Танков Онлайн, чтобы посмотреть там комментарии, которые пишут старые подписчики. Типа, вот я со времён ТО, я рад. Ну, по поводу того, что я ушёл из Танков, да, естественно, я рад. Какие тут могут быть вопросы? Я при 55 тысячах подписчиков на старом контенте набирал очень мало просмотров. И даже когда мне приходилось его менять, у меня вообще депрессняк, наверное, был очень сильный. И поэтому, ну, я в какой-то момент вообще хотел удалить канал. То есть даже она останется на Танках, всё, я, типа, достиг всего на Ютубе, чего мог, типа, уже всё, больше ничего не смогу. Просто хотел уже удалять канал, или просто пусть он будет, и висит себе. Но я решил рискнуть. И, как ты видишь, всё достаточно хорошо идёт до сих пор. У меня тоже, кстати, часто очень спрашивают, почему я ушёл. Ну, потому что мне тоже чисто надоело. Потому что игра просто превратилась. Ну, не будем называть, во что она превратилась. Сами понимаете, прекрасно, во что она превратилась. Потом, следующий вопрос, который очень часто тоже задавали. Почему именно музыкальный контент? Почему вот именно вот эти вот подборки, музыка, там, рейтеры всякие? Ну, я, не знаю, будет считаться как реклама, очень вдохновился одним каналом на Ютубе. Я люблю аналитику и музыку. И я ещё здесь очень любил различные статистики подсчитывать, и проценты, количество и тому подобное, составлять топы. И при этом я люблю музыку. Я очень вдохновлялся каналом, не знаю, кто не знает его. Там как раз выходили топы, до сих пор вроде выходит, но он сейчас немного подзабил. Как раз русских клипов по количеству просмотров, по количеству лайков. И я многие как раз рубрики, которые у меня сейчас уходят, у него позавенствовал. Ну, и плюс добавил ещё свои идеи. Плюс очень много идей Запада. То есть я изучал контент с зарубежного Ютуба. Тут те же эволюция мемов, эволюция мем из музыки, из фильмов. И ещё, например, топ-50 треков из фильмов. Это тоже всё западо взято. И я пытался вот так вот для русского Ютуба оптимизировать. И при этом тоже всё это зашло. Поэтому, ну, моя любовь к музыке, моя любовь к аналитике, к статистике. И я это объединяю всё вместе. Мне это в кайф делать и мне это заборит. А вот это тоже хотелось бы отметить и поговорить насчёт этого по авторским правам. Борешься ли ты с этим? Как-то кидают тебе часто эти авторские права? Или банили у тебя ли ролики какие-нибудь? Вот это больная, конечно, тема, потому что... Сейчас я попытаюсь с самого начала. То есть изначально я заливал его в ролики, мне там прилетали авторские права именно как предупреждение. Некоторые видосики блокировались. И, ну, пока у меня была монетизация, я старался именно обходить контент-айди Ютуба, который пытается распознать. Я ускорял фрагменты из видосиков, то замедлял, то делал нарезки. То есть там по три секунды беру, так и три каких-нибудь момента из клипа нарезаю. И он так не распознаёт. Типа я миксы делал, делал. Такие простенькие. Вот. Ну, потом уже вручную начали кидать заявки, то есть мой канал начал развиваться, и просто большинство компаний, которые меня кидают, они вручную находят мои видосики и остальные тайминги, поэтому уже не было смысла. Ну, а потом есть алиматизация вообще. Поэтому, я не знаю, может быть, попозже будет как раз вопрос про смену контента, поэтому я не буду далеко в пиво заходить. Вот. А по поводу авторских прав, по поводу блокировки, у меня был один из страйк насчёт авторских прав, и причём очень-очень странный. То есть, я думаю, многие из вас, кто сейчас смотрит это видео, помнят и до сих пор, наверное, знают пародию школьника на экстенсионное с Флэмлэе, с Флэмлэе. И вот какой-то канал этот залил этот кавер, так называемый, на свой канал, и как-то через YouTube подал мне авторские права на этот видосик. То есть, это не сам школьник, то есть, это какой-то левый чувак залил на свой канал этот видосик. Я этот видосик использовал в своём видосике про пародии, типа угарной пародии, и в итоге мне через пару недель прилетает страйк. Просто с левого канала, даже не автор видосика, причём как можно кинуть страйк за пародию, я не понимаю, потому что пародия – это и так уже взятый до этого контент, и в принципе, там даже не пародия, там же видеоряд из оригинального клипа экстенсионного плюс голос школьника. Я не знаю, как за это можно было страйк кинуть, но они как-то внутрились. Но в итоге я написал автору, там такое прям очень длинное сообщение, там типа я не хотел у вас разрушать авторские права, бла-бла-бла. Ну и в итоге меня сняли этот страйк, но после этого меня выкинули из партнёрки. Посмотрели, смотрят, ну у вас тут страйк, они мне отвечают, партнёрка у неё ламп не была, то что у вас страйк обоснованный. Я такой, чё, в смысле обоснованный, там же, как можно, я ещё раз задам этот вопрос, как можно кинуть страйк за видос, который ты сам использовал, как сказать, который и так уже спиженный, можно так сказать, и на него просто вложен звук. И я такой, и сгорел тогда из партнёрки, из-за страйка, я уже думал, что всё, конец канала. Но, как я сказал, я написал на почту этому автору, и он всё-таки отозвал страйк, и я просто вздохнул с облегчением. Ну вот. То, что могу сказать. Кстати, вот насчёт Юлы, насчёт Юлы, они же меня тоже кикнули, короче, из партнёрки, они знают, как меня за что кикнули. У вас слишком маленький канал, неактивный, вы нам не подходите, короче. И поэтому я перед подключился на прямую, на YouTube, короче, на AdSense. Вот. И единственное то, что меня, почему партнёрки-то меня, типа, не радовали, почему? Потому что там вывод, типа, легко, вот, знаете, на вивмане, на кошельки, на всякие сделан. А теперь с YouTube напрямую, видите, это такая просто, я не знаю, это такой тёмный лес. Там столько всего нужно сделать, чтобы это всё вывести. Но благо всё в порядке, и всё вроде как наладилось. Следующий вопрос тоже задавали. Виделся ли ты с кем-нибудь из знаменитостей, ну, то есть вживую? Потому что говорят, что я, по-моему, видел, что ты на концерте у кого-то там был. Да. По-моему, у Гонслады, да? Да. Ну, из знаменитостей, ну, как сказать, именно вживую, встречать на улице. И вот, если кто-нибудь в курсе, я жил в Москве, и все думают то, что вот, тут по улицам расхаживают личности, или ездят на машинах, и их легко встретить. Я в ЗАСУИЗ никого ни разу встретил, прям так на улице. Только мои друзья, вот, я учусь в УЗИ, и сижу на паре, вдруг пошёл и решил пройти прогулять или экс, или там пару, и пишет мне. Я, короче, пошёл за шаурмой и встретил ЛДЖЕС Аблеева. Он такой, чё? Он даже не успел с фотками, потому что он просто был в ноги, то есть они там проходили возле нашего УЗИ. Жестко. Окей. Ну и так несколько историй тоже слышал, но сам лично, только на таких публичных мероприятиях, то есть я в 2016 году ездил на Битфест, или в 2017, не помню, я даже видел, на какой-то канале есть, скрытый. Вот. Ну и там Джараха видел, я постоянно рассказываю историю, как я наблюдал за Джарахом, как он пытался забраться на стул вот этот барманский, на него запрыгивал, очень смешно, потому что он очень низкий. Ну и других блогеров видел на этом мероприятии, вот. Ну и Гонфлада концерт я ходил 21 марта, то есть две недели назад, да. Ну и в принципе, ну вживую я никогда не встречал, ни вообще не фоткался. А то есть вот на концерте у тебя не было, да, возможности такой прям? А там не было фан-встречи и автограф-сессии. То есть просто концерты, да? Да, там он очень большой, он как на концерте заявлял, это как раз его самый большой концерт в жизни, то есть он собрал Адреналин Стадиум, это 5 или 7 тысяч человек. Жестко. И ну там просто, и это все закончилось очень поздно, то есть если бы еще кто-то захотел там на автограф-сессию, это вообще-то очень, возможно, утро бы длилось. Я вот, кстати, насчет тоже вот с кем ли я виделся, извините, то есть я виделся, короче, вживую с Кристиной Финк. Может, ты знаешь ее? Да, слышал. Вот, я, короче, с ней типа виделся, я прям сфоткался, прям с ней к ней подошел там даже, позадавал ее вопросы всякие. Я забыл, на Витфесте я в такую одну автограф-сессию ходил, это Кьюджино Сагас. По-моему, у тебя даже на странице есть. Да, 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 я ее удалил. Да, но я помню, я эту фотку видел, да, я тогда типа даже, я помню, Лак, он такой, типа, капец, нифига себе, как-то там, это круто. Я думал, ты еще с ним, короче, видос какой-нибудь запишешь, короче, я ждал, надеялся. Вот. Следующий вопрос тоже часто задавали. Кого из исполнителей любишь слушать, а кого прям вот не можешь слушать или ненавидишь? По поводу любви к исполнителям пока что оставлю на потом. Я вот по поводу ненависти или нелюбви. Очень сильно меня почему-то ригерит от исполнительницы Лобода. Я просто не могу переносить ее песни, извините, если я все за ее люблю. Я не знаю, мне просто не нравится этот стиль. И ее посыл, и даже внешность. То есть есть там пару песен, которые, ну а так, она мне не нравится. Мне нравится. А так, в принципе, я и больше никого, прям, чтобы отвращение какое-то вызывать, нет. Вот как человек, возможно, мне илджей не нравится. Несколько песен я у него слушал, ну вот, просто вот. То, что он на хайпе любви. Из-за того, что все вокруг его слушали, оно тебе попадает в голову, ты его тоже начнешь слушать, да, и вот бесит. По поводу любви. Леген Парк, Честа, Беннингтон. До сих пор слушаю. Вот вы можете заметить одну страницу, там все исполнители. Я обычно любимых своих исполнителей и загоняю в плависты. Я сейчас даже перечислю у самых любимых. Я не вспомню. То есть вот как раз Леген Парк. И в этом году прям, у меня какая-то любовь к ЛСП появилась, прям очень нравится тексты и то, что они пишут. Ну, Гон Флатт, после богемской рапсодии очень сильно Квинн любил, Imagine Dragons, Avicii, Царство Небесное, The Chainsmokers, 21 Pilots, Skillet, ну тут еще более-менее любимый, но, наверное, еще назову Альвара Солера, из-за знаешь его? Нет. Это латиноамериканский исполнитель, мне очень нравится этот стиль, там где веселые такие летние песенки, не песенки, а прям такое что-то летнее, летнее-весеннее, и прям хочется и танцевать, и подпевать это все. Ну вот примерно я список назвал. А вот я назову еще последнюю, это моя любимая песня. Я ее слушаю уже с декабря 2017 года, и она мне ни разу из полиста не ушла. Я не знаю почему, у меня такого ни разу не было в жизни, то есть, я послушаю песню, ну, может, максимум полгода, потом она мне надоедает. А тут, а я ее до сих пор, я даже сегодня ее... Я не могу снять слово, в общем. Мияги и Эншпиль, I got love. Я не знаю почему она мне нравится, она очень крутая. Ну, может, она потому что атмосферная такая. Атмосферная... Я помню в свое время ее тоже слушал, где-то, ну, парочку дней, но у меня вот это... I got love, I feel. Да, да. Прикольно звучит. Мне звучание нравится у них. Мне очень нравится, когда смешивают русский текст и английский, там где грамотно звучит. То есть, не просто там где-то взято одно слово, английское, русский текст, а именно, чтобы вот там русский текст идет, потом припев на английском. Они так офигенно это сделали. Кстати, да, на самом деле, в этой песне, если, допустим, ее включить, допустим, человеку, который не знает, можно подумать, что она изначально вообще на английском. Очень прикольно сделано, на самом деле. Прям, я не могу снять слушать. Ну... Я еще что хотел сказать. Я последний скажу, Мия Ги Эйншпиле, ну, не является прям любимым исполнителем, вот, а эта эта песня и еще, наверное, in love, все. То есть, только, ну, исполнитель одной песни, можно сказать. Мне, короче, вот у Мия Ги Эйншпиля, помню, какая-то песня была, что-то там, что-то это любовь, та-та-та-та-та-та-та-та, что-то вот такая какая-то. Может, слышал такую? Нет. Вот что-то вот такое, ребят, кто знает, что это за песня, я уже забыл ее, но можете, короче, в комментах написать, тоже мне одно время нравилось. Хотя, изначально я к ним, как-то знаешь, тоже так с презрением немножко относился, думал, что это такое, кто это слушает? Я вообще, я их даже не знал, да, эта песня, то есть, она мне как-то попала в плейлист, и меня понеслось. То есть, она мне, мне даже же есть в ВКонтакте отдельный плейлист с песнями, которые в ностальгию меня вызывают, и которые вообще я заслушиваюсь, и она уже туда попала. То есть, обычно я туда от трех и выше лет добавляю, потому что с ними воспоминания уже сформировались, и ты чувствуешь ностальгию. А тут я уже просто не могу, ну, то есть, я понимаю, что она уже очень большой вклад сделала в мою жизнь, и, скорее всего, будет очень много все связано. Кстати, вот еще по поводу этого, хотелось бы узнать по поводу Честера. Какая вообще твоя реакция была вот на это событие, когда он, короче, ушел? Я в этот момент был на даче, и я это очень все прекрасно помню. Слушал в тот момент как раз Хэви, и забыл, кто же из альбом. Господи. Еще одна песня, и могу, короче, вспомнить. И узнаем об этой новости, плюс еще в этот день выходит клип на... Да. Talking to myself тогда клип. Да, Talking to myself. И я просто весь день ее... С таким ощущением, то есть, она мне и нравится, например, и на душе еще и паршиво от того, что ушел один из любимых исполнителей. Просто с этого момента до, наверное, декабря 2017 года у меня весь плейлист был в Ринкенпарк. То есть, в какой-то момент у меня просто из 50 песен в полисте было 40 песен в Ринкенпарк. Ну, это... И прям даже небольшой теплый песняк был осенью, особенно слушающий этот песню для тебя. Потому что у меня как было, я, короче, я помню, проснулся там, какой-то что-то поделал. Ну, это, по-моему, тоже какой-то день такой был. Простенький, я еще там погулял, потом пришел домой. И вот выходит у них этот клип. Мне прям он так тоже понравился, короче, я его даже себе добавил. Я захожу, короче, в ВКонтакт, и мне несколько человек, знаешь, написали, короче, ты, типа, слышал, что там Честер сделал. Я такой думаю, да это фейк, ребят, смотрите, у них клип, короче, вышел. Типа, вот только что клип вышел. Вы о чем? Я захожу, короче, смотрю пока Википедию. Там на Википедии еще, причем, не обновилась. То есть информация еще не была обновлена. Но новость уже стала появляться. Я думал, это кто-то, ну, шутку какую-то запустили. А потом она, короче, обновилась, уже официальный паблик запостил, там, твиттеры, инстаграмы. И я такой, блин, такой, господи, что-то мне тоже тогда, на самом деле, очень грустно стало. Потому что я Ленкин Парк, наверное, слушаю, ой, с 2000, блин, наверное, 8-9, наверное. Да-да-да-да-да, я первые две песни, которые я услышал, это One Step Closer и в Трансформерах What I've Done. А вот у меня What I've Done. Я сходил на Трансформеры, услышал What I've Done, и я такой, как же это круто. А вот именно One Step Closer, просто друзей тогда еще, когда по блютузу передавали песни, она как-то на нее попала. И я даже не знал, что это Ленкин Парк. То есть я, да, где-то с 2014 года, когда я ее снова начал слушать, я такой, что это Ленкин Парк? Я просто как раз в 2014-2015 смотрел, ну, их тогда по-настоящему полюбил, и начал их песни старые скачивать, и я немного офигел, когда узнал знакомые с его. Вот как раз. И еще в то время как раз одна из первых песен это была One Step Closer, конечно же. Ну, это уже вверх. Еще одна песня из Трансформеров, уже из второй части, и этот Burn It Down. Это первые пять песен, которые я не слушал. Ну да, но мне кажется, Ленкин Парк это просто такая группа, которая стала, я не знаю, для всех точкой такой отправной в мир рока. Просто вот открыла для всех этот... Для нашего поколения особенно. Потому что... Потому что вот серьезно, вот любого, вот каждого второго, мне кажется, спросишь, он наверняка, ну, хоть какую-то песню Ленкин Парк, он его точно слышал. Вот, потому что это очень, конечно, печально, что вот так все получилось. Вот, ну... Еще один момент, когда в прошлом году Авичи умер, я тоже подумал, что это... Я, короче, захожу в Инстаграм на страницу... Ну, там пост был в Image of Dragons, или около сейчас, вроде драконов. Я особо не вдавался, я увидел там фотку Авичи, ну, нифига себе, у них будет фит с Авичи, я прям обрадовался. А потом считался, просто Авичи у них вроде бы продюсировал некоторые песни из альбома и Волф, и помогал с этим. И они его запросили, ну, типа, потому что он умер, и я такой, нифига себе, я просто осигнялся. То есть вот Авичи и Честер, прям для меня было потрясение за 2017-2018 год. Ну, я вот насчет Авичи, я у него... Ну, не так много песен, конечно, но вот самые вот эти вот популярные, которые там, Wake Me Up, там, еще вот эти вот. Я помню, когда я еще в лагере отдыхал, я бегал с телефоном, короче, ее слушал. И дома еще тоже, когда вернулся, я тоже ее крутил прям очень часто, этот клипчик пересматривал. И у меня почти все песни, вот, которые и Линкен Парк, и Вич, и у меня связываются с Дачей. Почему-то большинство песен, которые мне нравятся, нравились они, я их слушал на Даче, не знаю почему. Возможно, мне там нравится атмосфера Дачи, и они у меня запоминаются. И я прям вспоминаю этот момент, где в 2013-2012 году, когда только Авичи начал подниматься и стал знаменитым. Я, как я шел по какой-то дороге, у меня в наушниках Авичи, радуга, и после дождя такой свежий воздух. И я просто хотел танцевать эти песни, они мне настолько нравились. А Вич тоже, можно сказать, сформировал вкусы музыкальные, как таковые, он очень прям... Его электронные, вот именно электронный вкус именатор Вич, и, наверное, Чинспопперс. Я, конечно, правильно выразил, да. А вот на даче ты чем занимаешься? Огород? Или просто ездить отдыхать? Ну, если меня просят огород, то я что-то делаю. А вот так я на даче отдыхаю от Москвы, от города, и все с другим. У меня есть там друзья, но я очень люблю... Я люблю одиночество. Как сказать? Я... У меня много друзей, но я люблю одиночество. То есть я иногда люблю гулять один, подумать, послушать музыку, свои планы на будущее. И вот на даче, как раз, это место, где я гуляю, хожу в лес, на рыбалку, служу музыку. Просто, ну, где-то... Просто ловлю кайф с этого. Я обдумываю все планы на будущее. И поэтому, наверное, у меня там воспоминания с музыкой и с тем остальным связано. Ну, даже, можно так сказать, у тебя дача, наверное, является местом, где ты можешь даже вдохновение какое-то сказать. Да, да. Скорее не вдохновение, а отдыха и набором сил перед новым годом. Слушай, это круто. Следующий вопрос, который тоже очень часто задавали. Я даже скажу его в фирменном стиле. Сколько ты зарабатываешь? Ну, зависит от месяца, на самом деле, потому что, когда сняли монетизацию, я с нее получал неплохо. То есть, 25 тысяч за январь и за февраль примерно. Вот такая сумма в рублях. Ну, потом, если я больше сняли, я больше сняли не получаю. И, то есть, у меня реклама не так часто заказывает. То есть, у меня вот за весь парт я такой сижу, думаю, блин, у меня никто рекламу не заказывает. И под конец марта, где-то 26-го, мне пишет 1xbet, потому что они одобрили мне пару видосиков. Потом пишет еще кто-то, и я 1xbet продаю два видосика. Плюс другой, другому сайту, в итоге за день плюс 30 тысяч. То есть, я три видосика по 10 косарей продаю. Но, вот той же букмекерская, которая там, короче, менеджерам какая-то хрень произошла, и вот так его поперли, и я сейчас без менеджера остался. Ну, я стараюсь все деньги заработать не тратить, как многие. То есть, у меня будет даже, ну, люди знают, что я блогер, что я зарабатываю деньги, даже, ну, некоторым рассказываю, кто интересуется. Но, когда они видят то, что я прихожу в ВУЗ с боксом, где гречка и котлетки, они такие удивляются, чувак, у тебя же есть деньги, почему ты не сможешь там ни в ресторан, ни в буфете, ни в буфете, чего-нибудь. Ну, типа, я по жизни экономлю. То есть, если что-то зарабатываю, я... Не подумайте, что я какой-то жмот или там не готов деньги потратить. Ну, я стараюсь это все экономно расходовать, и, возможно, когда это накоплю, и постараюсь на ютубе что-то реально годно сделать. Пока, можно сказать, я только... Ну, такой период, когда я стараюсь заработать и набрать аудиторию. А вот в плане покупки оборудования ты не планируешь потихонечку что-то докупать? У меня есть камера, зеркало, я бы купил, наверное, еще штатив и... Как-то хрень называется, как-то стабилизатор. Чтобы, если что-то снимать, если я буду снимать семинаторский камер, то чтобы это было все качество. То есть, камера есть. Я недавно ноутбук купил себе как раз для работы, для учебы. Вот. То есть, чтобы на нем иммунтировать быстро. И я иногда на парах сижу, там, забираю нового материала для... Прикольно. ...для видосиков. То есть, если там что-то пишут, я так, о, у фейса 20 миллионов просмотров, вот сейчас то по просмотрам поставим. Ну, вот что-то такое. То есть, пары проходят очень продуктивно. Лекции, лекции. На практиках я учусь. То есть, я не хочу... Это правильно. А, кстати, вот по поводу учебы. Где ты сейчас учишься? В институте геодезии и фотографии. Многие из вас по-любому не знают таких слов, потому что даже родственники не знают, что это такое. Многие. Не все. То есть, вот, и на картографа. Если кому интересно, геодезия – это те люди, геодезисты – это те люди, которые меряют землю, и благодаря им дома стоят ровно, чтобы они не падали. Вот это замеры. Картографы, вот как... Ну, я учусь на картографы, я буду работать в ГИСах. То есть, ГИСы – это программы, чтобы составлять карту, отцифровывать. Вот те же Яндекс-карты, Гугл-карты, Багисы и тому подобное – это все как раз картографы делают. И, то есть, ты доволен, вот, тебе нравится это направление? Да. Ну, вот, кроме двух предметов, которые на первом курсе – это математика и физика. А я не знаю, зачем их изучаем, конечно, но... То есть, смотри, я пришел в ВУЗ, первый семестр, у меня три экзамена. Напомню, я картограф. Три экзамена – математика, физика, история. Я такой, кого? Типа, я пришел сюда, чтобы работать с картами, а у меня какие-то дебильные экзамены. Плюс у нас еще был в первом семестре черчение, там, где мы пером рисовали, и, кстати, тушь. Пера у меня рядом нету, я его спрятал. Ну, вот, т.е. мы тушью чертили примерно в протяжении этого семистр. Да, это интересно, но пользы от этого никакой. Т.е. только, ну, для общего развития, как сто лет назад делали карты. Ну, т.е. А вот смотри, т.е. ты, получается, пошел учиться, и ты в итоге все-таки планируешь работать и параллельно совмещать творчество, или все-таки хочешь, чтобы вот именно творчество стало у тебя основным видом дохода? Я думаю, что ответ очевиден, потому что хотелось бы было именно творчество основным источником дохода, но я учусь, чтобы была какая-то основа, если вдруг что-то произойдет, потому что я сейчас хожу по очень тонкому льду с этим неавторским контентом, или надо что-то новое придумывать, или бросать это, потому что рано или поздно я могу оступиться и просто какой-нибудь нежелательность застрайкует на хейтинге. Поэтому я пока что думаю и над новым контентом, как это будет все происходить, но лучше сначала набрать аудиторию, чтобы уже именно подписчики поддерживать, как и после того, как я ушел после танков онлайн, когда больше половины хейтила, где танки, почему ты снимаешь какую-то хрень, а потом через месяц, когда я уже выстрелил, я такие любишь, красава, чувак, ты ушел с танков и все правильно сделал. Я такой, ну, ребят, типа, до этого столько было гневых комментариев, потом они все сменились на нормальную. А вот смотри, как думаешь, почему вот это вот происходит? Смотри, допустим, ну, человек, ну реально, вот ты решил сменить тематику канала, у тебя вот не получается, но тебе, допустим, это нравится, и люди видят, что у тебя маленькие просмотры, начинают тебя считать каким-то лохом, там считают, что ты вообще никто, зачем ты это сделал, а как только у тебя что-то выстреливает, ты сразу становишься в их глазах крутым. Почему вот люди именно смотрят вот на эти цифры? Если видят миллион просмотров, значит, это круто. Если там сто просмотров, они даже смотреть это не будут. Сложный вопрос, на самом деле. Хоть я люблю психологию, сейчас я подумаю, ну, возможно, люди хотят просто по издевателю, типа, чувак, ты скатился, там, не смог ничего больше добиться, там, лучше вернись старым контенту, и, ну, потому что они не верят, что может что-то поменяться. То есть мы живем в таком обществе, где перемены – это что-то очень необычное, поэтому, когда меняется даже… я не буду сейчас куда-то отстраняться от Ютуба, а то мы пойдем вообще не в те дебри, ты понимаешь, на что я намекаю. Да-да-да. И когда они видят то, что кто-то что-то новое снимает, они такие, ты чё, а где танки, а где какой-то другой канал, я не знаю, может быть, какие-нибудь есть, которые решили снимать там клипы или какой-то разговорный контент, они такие, ты чё, где мои алмазы, где моя кирка, ты чё, снимай. Вот, и поэтому многие люди просто не хотят нас принимать, они привыкли смотреть какого-то Ютубера, и, ну, в итоге, вот, кажется, когда меняется контент, это всё-таки выстреливает, у них такое чувство, блин, а я же, я же аутфак, я был ещё при том в старом контенте, когда было мало подписчиков, а теперь он выстрелил, блин, а я крутой, я круче всех тех новых подписчиков, которые пришли, я это видел ещё до них, и вот, я вот так. На самом деле, у меня такие люди иногда, вот знаешь, они тоже так заходят ко мне на стримы, и говорят, слушай, я у тебя на канале с тысячей подписчиков, там, знаешь, ещё просят модерку, короче, ещё что-нибудь такое, там, сделай то, сделай то, а я такой, чел, я тебя первый раз в жизни вижу, я, конечно, это очень похвально, что ты подписан с такого времени, но, у нас, как бы, своя тусовка уже сформировалась, и ты тут заходишь, начинаешь качать свои права, меня на самом деле, вот такое, немножко в людях, очень сильно, немножко раздражает. Ещё хотелось бы узнать, как ты вообще, вот, реагируешь на критику? Мне с неё весело, то есть, я ещё, я, когда ещё танки снимал, я же, очень много, два провокационных видео, у меня было, когда я критиковал других ютуберов, это был Сенча и ЖК Микс, и там, просто такие комментарии были, господи, я с них так орал, у меня там был хера дизлайков, но меня так не волновало, то есть, я поджёг пуканы, мне было социально весело, сейчас я критики практически не вижу, ну, какая критика, там, люди пишут, ты чё, дебил, это украинский исполнитель, почему ты его вставил в... ну, ну, типа, песня на русском, слушают в России, типа, какой смысл, если бы я там какому-нибудь илу-пампу вставил, я не знаю, какой-нибудь, и какой-нибудь турецкий, такой, ля-ля-ля-ля-ля, и топ-100 русских песен, ну, камон! Вот, и, да, бывают иногда какие-то промахи в видосах, когда я неправильно что-то укажу, напишу, и многие адекватно реагируют, там, многие прям, ой, дислайк, ты неправильно там написал, там, не такой исполнитель, а такой-то, и такие, ой, в принципе, ну, такое, такое колесо у каждого есть, который заходит, и им бы похейтить, то ли, представь, что у тебя, что они не хотят. А ведь, Давид, ты же тоже у себя на канале, наверняка замечаешь, такую тенденцию, что ты вот выкладываешь какой-то ролик, у тебя сразу дизлайк появляется, сразу через какое-то время, тыкать кто-то. Ну, кто-то тыкать, ну, то есть, я вот, после, есть такие люди, у меня постоянный, я любой ролик залью, у меня сразу, каждый раз дизлайк, кто-то намеренно ставит. Не, у меня, наверное, через какое-то время, то есть, последний раз выкладываю, у меня 50 лайков, 0 дизлайков, потом 150 лайков, а один дизлайк, такой, ладно, окей, потом захожу, там 180 лайков, 0 дизлайков, куда дизлайк делся, я не знаю, может быть, чувак смотрел такой, блин, может понравилось, мне же тоже такое было, что человек, иногда снимает дизлайк, и думает, что, блин, ошибся. Ну, дизлайки потом появляются, когда это попадает в рекомендации, как раз заходят вот эти люди, которым не нравится то, что там что-то немного не так, что какой-то другой исполнитель, или я как-то неправильно что-то сказал, или им, а вот самое мое любимое, это топ 50 по дизлайкам, то есть, там, где 50 самых задизлайканных, ну, не самых задизлайканных, а клипов, там, где больше всего дизлайков, там даже составлен дисклеймер, что топ составлен не по самым задизлайканным, то есть, не там, где много дизлайков, но мало лайков, а просто по количеству, то есть, там может быть и розовое вино, где где-то 140 тысяч дизлайков, но при этом полтора миллиона лайков. И может быть какой-нибудь фейс с бургером, где 200 тысяч дизлайков, при этом 50 тысяч лайков. Но люди этого почему-то не видят, они такие, блин, чувак, нафига ты встал в время истекло? Прикольная группа, она мне нравится, дизлайк отписка. Типа, там просто статистика, то есть просто, там даже в скобочках написано процент дизлайков, то есть там 7%, 10%, 50% и я не говорю, что эти клипы плохие, но просто эти люди, когда заходят и начинают писать, я такой, что-то тупые. Я просто ору с этого. А слушай, вот как ты думаешь, как на данный момент сейчас вообще работают алгоритмы Ютуба? Ты же ведь наверняка заметил, что, допустим, если брать Ютуб, который был в 2013 году, и какой Ютуб на сегодняшний день, что что-то поменялось. То есть теперь ролики стали продвигаться немножко по-другому, они стали по-другому выпадать в рекомендации, по-другому стала работать система оповещения. Вот этот колокольчик, когда ввели, это просто боль какая-то была адская, потому что те люди, которые на него не нажали, они вообще перестали свои каналы видеть, на которые, допустим, человек был подписан лет 6. Он просто у него пропал. То есть и как ты вообще вот относишься вот к этому, тому, что происходит, и как оно вообще тебе? Ну, колокольчик меня не особо интересует, потому что у меня обычно видосики со временем начинают вируситься, попадают там в рекомендациях. Но от алгоритмов, что я могу сказать? Во-первых, изменилось некоторое параметры. Например, появились хэштеги. То есть теперь можно ввести хэштеги, и у тебя появляется прямо название видосиков. Этого раньше не было. Во-вторых, из-за всяких трендов, когда выводили за деньги, за нахудку, то YouTube как-то в этот момент что-то переделал, и многие видосики теперь вообще никуда не попадают. То есть у меня, когда мой канал тут только начинал хайпить, когда у меня было 70 тысяч подписчиков, и у меня за день видосик там собрал, например, 120. Он просто в тренда не был. То есть по логике, когда видосик с маленького канала набирает в два раза больше просмотров, то надо задуматься, наверное, все-таки. Ну, надо в тренды закинуть. Потому что я схожу в тренд, там есть видосики по 80 тысяч просмотров, по 50, не знаю, по 100. А тут, ну, я понимаю, если там на канале миллион подписчиков, и стоят 20 тысяч просмотров, тогда да, это не так. А по поводу вывода в рекомендации, я не знаю, как сработать. У меня иногда просто случайно видосики попадают. Смотри, я в октябре один из первых видосиков музыкальных выложил по поводу песни с твоего старого телефона, что-то такое там, которое вызывает ностальгия, которое мы по видосу передавали. Оно у меня висит на три месяца на канале. Там было 5 тысяч просмотров. В какой-то прекрасный день оно попало в рекомендации, набрало полтора миллиона просмотров. Я такой, как это работает? Типа, просто некоторые видосы со временем, некоторые сразу начинают выраститься. И до сих пор с этим не разобрался. То есть я оптимизирую видосик, один на теле сел на миллион просмотров, другой на десять тысяч просмотров на докоре. То есть я просто стандартные вещи делал, но некоторые заходят, некоторые нет. То есть YouTube как-то рандомных выводит в рекомендации, и это не ко мне, наверное, вопрос. Потому что мне ничего не настолько много. То есть ты считаешь все равно, что нужно проставлять вот эти теги, описание все-таки красиво делать, какое-то название такое привлекающее? Потому что вот если я посмотрю, есть такие ролики, которые, допустим, вообще название какое-нибудь там непонятное, тегов ноль, а просмотров, допустим, 10 миллионов. И тут такой ты думаешь, а как тогда это объяснить? У человека нету тегов, нет описания, название плохое, а ролик набрал 10. Я вот тоже не знаю, как объяснить, но лучше, чтобы были, конечно же, теги, потому что это дополнительные ключевые слова, по которым выводится на рекомендации. Ну, они в этой девиночке, в которой там нет просмотров, ой, нет описания и оптимизации, просто, наверное, повезло людям. Или их куда-то скинули, ими делились, или они просто были какими-то вирусами. Ну, я все равно не знаю, как это. Один видос вирусился, миллион других, ну, просто лежат их, просто никто не знает. О, меня это тоже, на самом деле, тоже раздражает, когда вот у меня один ролик стал набирать, очень хорошо, причем он стал даже, знаешь, где мелькать, короче, на Западе, где-то в Америке, в Канаде. То есть я прям вижу то, что источники, короче, просмотров идут из похожего какого-то ролика с какого-то английского канала, там, западного, на котором 40 миллионов. Оно, видимо, у них висит, просмотры идут оттуда, но остальные, допустим, идут, там, не знаю, с России, с Казахстана, с Украины, а другие видосы просто вот как были, тишина, они так и остались. А там прям прет, прет, прет. Я такой, типа, ну почему-то они смотрят, они вроде лайкают, они вроде даже подписываются, а на остальные ролики не заходят. Это меня всегда так очень сильно раздражало. Ну, многие люди просто тыкают, куда попало, и не все люди подписываются на канал, а потом заходит в раздел подписки, или заходят на канал. Они просто подписываются, потому что, ну, надо подписаться. А потом ищут те видосики на YouTube именно не по каналам, а по поиску. То есть если им что-то нужно будет посмотреть, они это ищут. Или смотрят на рекомендации, которые у них там на главной странице. Это все. Они просто не заходят к тебе в подписки. А вот смотри, у тебя же получается большинство просмотров все-таки без подписки идет. Потому что у тебя просмотров, конечно, больше, чем подписчиков. Ну, естественно, у меня вот видосик, на который я вообще практически ничего не тратил по времени. Ну, по сравнению с теми же многими эволюциями, вот самый популярный видос, у меня 4 миллиона 300 тысяч просмотров с оборудиями, на которые кинули страйк, который потом еще и сняли. Вот, это мой вообще видосик какой-то очень странный в этом плане. Вот, и, естественно, там большинство просто в рекомендациях попадает. И вот даже из тех подписчиков, которые подписаны, ну, наверное, процентов 10-20 только посмотрят в первый день. Остальные там, может быть, когда им в рекомендации попадет, так они не будут смотреть. Ну, короче, вывод такой, что надо все-таки стараться делать не в надежде на то, что у тебя там, допустим, посмотрят, если ты подписчики, а чтобы оно больше как-то залетало в рекомендации для новых зрителей. Ну, если, конечно, какой-то индийный человек, который вы все знаете, тут же Мармок. Он же выкладывает, его все любят, и поэтому все поставят еще какой-то его канал. Поэтому ему не обязательно там что-то заморачиваться с этим. А я, ну, меня не знают, ну, меня никто не знает. Пойдешь, кстати, на улице, спросишь, по 3 минуты? Нет. По каждому видосу, а, я смотрел его. И поэтому, ну, если ты известный, то твой канал будет проверять. А если ты просто, ну, стандартный ютубер, который чем занимается, но не особо примечательный, у тебя нет какой-то фишки, то тебя не будет проверять. То есть только по рекомендации рассмотреть. Ладно. Закончим на эту тему. Следующий вопрос, это уже лично от меня. Как тебе мое творчество на данный момент? То, что я вот из танков ушел к каверам. Как думаешь, нормальная тема? Я полностью тебя в этом поддерживаю. Слушай, я сам очень люблю многие каверы на ютубе. И только на ютубе вообще слушать если они прям очень годные. Вот. Ну, я тебе уже про три, ну, недостатки с превьюшкой. И то, что надо работать именно еще над видеоконтентом. Но и по поводу вот еще популярных песен, все-таки, чтобы она заходила, надо более, ну, известным. Потому что, ну, так это очень узко, то есть, более известной группой. Так я ползу сейчас полежу. Я просто помню, мне в комментариях писали, типа, вот, ты делаешь песню, там, какую-нибудь неизвестную, а я потом такой говорю, то есть, подожди, миллиард просмотров, это неизвестная песня. Под помним, стич. Да, ну, здесь прикол в том, то, что я сейчас на кем слушаю. Вот. И отчасти, возможно, человек прав. То есть, эта песня, она вышла в 2015-2016 году, и сейчас про нее все забыли. Или делать на классику камеры, или... на то, что сейчас слушают. Да. Ну, в принципе, вот у меня скоро на канале выйдет песня на Twenty One Pilots Хлорин. Знаешь же ее? О, да, конечно же. Вот, я над ней сегодня, короче, работал. Часов восемь, наверное, я на нее, короче, убил. Но я вроде сделал там и по звуку, и по рифмовке, вот по этот рэп, вот это вот все. И я на следующей неделе, короче, выложу, посмотрим, как зайдет. Потому что песня вышла буквально сколько, месяц назад или два? Она же ведь новая. Песня вышла в октябре, в альбоме. Ну, на ютубе клип вышел недавно. Ну, да, месяц или пару месяцев. Да, и он уже за это время собрал, по-моему, 90 миллионов там просмотров или 80. Да, что-то такое. То есть, из нового альбома она больше всего собрала просмотров. Мне вот просто чисто интересно будет, сколько она у меня наберет, потому что по логике, по идее, она должна набрать, ну, ну, хотя бы, ну, тысяча, блин, ну, 50, может, 30 она должна набрать. Ну, я надеюсь, что, может быть, даже тебе помогут. Надеюсь, ее развирусят, надеюсь, она понравится многим. Так что, ребят, ждите, скоро все выложу. Еще часто задавали вопрос, потому что многие у тебя вот на страницу заходят, и они не видят этой информации. Сколько тебе лет? 19 и через срок недели будет 20. Я не знаю, когда ты видосик выложишь, поэтому... А, я вот так же, наверное, на следующей неделе, я вот сегодня его, наверное, сяду, спонтирую. Тогда через неделю, когда я видосик, ну, в момент выхода, через неделю. Ага, ну все. Тоже часто спрашивали, почему ты назвал канал именно Patrick Music? Я помню, у тебя канал назывался Patrick Show, ну, в принципе, наверное, логично, что ты стал делать музыку и назвал его Patrick Music. До этого мой канал назывался Patriot Play, меня на стримах называли Patrick'ом, сокращенно, мне это больше понравилось, я такой, почему нет, и стал Patrick Show. Ну, а потом, когда я сменил контент, я стал Patrick Music'ом. Все. Вот такая история. Все очень просто. Эволюция. Да. Еще очень часто задают, но это, наверное, классический вопрос, что привело к тебе к тому, что ты начал деятельность на YouTube. Как вообще началась вот эта история с этими танками, не танками, всем этим, чем мы сейчас занимаемся? Это еще любовь из того же детства, где я любил статистику и музыку, я также любил снимать видосики. То есть у нас с другом на даче был у него на участке и до сих пор стоит вагон, знаешь, такой круглый, обычно тебе перевозят жидкости. Ага. Ну, цистерна такая большая. Да, цистерна, да. И она оборудована под жилплощадь. И не жилый, но там как склад был. Или как сарай. Ну, не как сарай, а... Ну, короче, внутрь можно зайти. Да, да, хорсблок. Прикольно. И мы там постоянно отшивались, хренью сразили, электричный, водили. Я тогда 20 лет научился провода проводить, там все правильно, делал лампочки. То есть я очень много тогда научил с другом. И тогда же у него был офигенный телефон Nokia N70 Pro. На тот момент здесь косарей стало. Это очень был крутой телефон. Кнопочный такой, да? Да, с камерой опять мегапикселей это вообще для 2009-2010 года это было очень круто. И мы постоянно собирались там в одном месте в этом хорсблоке и снимали какую-то дичь. То есть я был оператором, а он был ведущим. То есть мы какие-нибудь там проводили контрольную закупку мы проводили. То есть там брали какой-то мусор и просто он такой вот мы это продаем, алло, отвечает на какой-то телефон. Да, да, продали и выкидывает. Мы просто вот так угорали. То есть там под конец этих видосиков мы такой срач устраивали. Мы там все раскидывали, типа все продано. Мы крутые и всем пока. И вот с этого момента мне нравилось это снимать. Ну и со временем как-то это все дошло до Ютуба. Я смотрел на нарезки голов. У меня был бимый ютубер Портес. Не Портесес. Именно Портес. Не забейте, вы никто и про его не знает. А я помню. Вот ты помнишь. Короче, все равно сейчас смотрят не те, кто из того, большинство из того времени. В общем, я вдохновился нарезками голов из игры Танки Лайн. Я такой, почему бы не поснимать свои... Я начинал нарезать голов без сплеев, без голоса. Я боялся камеры. Я боялся своего голоса. И только спустя полтора, даже почти два года я решил свой первый сплейс. Я такой, ну почему нет? В итоге снял. Это как-то все пошло. И со временем появлялись другие рубрики. И я пришел уже к музыке. Кстати, ну согласись же, вот в то время, допустим, если вот, когда ты начал, то году, так 2012 наверное, канал-то сожрал? 2013 год, 20 какой-то июня. Слушай, я 2013 год, 23 августа или 22 августа. Вот мы примерно в одно время с этим начали. И вот то время, это я считаю, просто самое. То есть, что бы ты ни снял, оно могло прям очень хорошо набрать. Главное превьюшку, потому что раньше в танках никто не имел превьюшки. То есть, просто ставили стандартные, которые выдают YouTube. То есть, да. А я тогда, кстати, да, я помню, у меня был даже такой момент переломный. Я также клепал ролики, то есть, они были без превьюшки. А потом мне один человек, Сема, если ты вдруг смотришь этот ролик, приятный тебе, он сказал, слушай, я умею картинки в фотошопе делать, вот эти танки вырезать. Я тебе могу их сделать круто. Я такой, давай, короче, делать. И когда он мне начал их делать, они прям очень хорошие были, эти превьюшки. на них люди прям, видимо, кликали. И я тогда понял, то, что, блин, а как же вот круто-то. Так смотрю, видео с превьюшкой, видео без превьюшки, это совсем по-другому выглядит. Кстати, у меня очень похожая история, мне тоже вдруг пишет, давайте я сделаю превьюшки для видосика в фотошопе. Даня, тебе привет, вряд ли ты, конечно, сможешь это видео, может быть, нет, я тебе скину этот видосик, с этим моментом. Вот, тебе привет. Он как раз мне сделал первые превьюшки для летсплеев, точнее, мне тогда уже вышло 4 летсплея, он такой, ну, Колян, мне нечего делать, давайте я склепаю несколько превьюшек, он мне, короче, скинул, я такой, круто, и тогда реально чуть просмотра поделись, я начал сам изучать фотошоп, монтаж фото. Так, ладно, а следующий вопрос, тоже кто-то спрашивал, каково твое семейное положение на данный момент? Видимо, многие думали, что тебе, ну, может, старше ты, я не знаю. В случае положения, я свободен, так что, да ладно, скажи, что ты уже дедушка, все дела, ну, да, то, правда. Так, ладно, еще тоже задавали вопрос, связанный с YouTube, какова твоя цель на YouTube, вот что, сейчас хочешь к миллиону же идти, да, наверное? Я пока об этом не думаю, потому что, мне кажется, с музыкой, это вряд ли получится, если я захочу идти к миллиону, то надо делать контент, и у меня были сначала планы, именно, какие-то разговорные видео с музыкой, или топы те же, там, где я комментирую, какие-то новые ролики, или какие-то факты о клипах, о песнях, и, ну, пока до этого руки не доходят, и, такого на YouTube, в принципе, волнует, там, все же, Академия порядочных парней, в тренде, типа, подобных каналов, их дофигища, в принципе, и они этим давно занимаются, и мне бы хотелось, что-то придумать, то есть, у меня есть парочку идей, я тебе потом, возможно, после стрима это расскажу, но, после интервью, ну, так я не буду, потому что, это прям, очень прям, там, интересная идея есть, и вдруг подкинул, на ситуацию, ну, пока, с этим контентом, я просто набираю подписчиков, и пока что думаю, что будет дальше, потому что и с музыкой, я не все время буду, даже те же, возможно, вот те мемы будут, эволюцию мемов, так сказать, там, очень широкий пласт для всего, и людям это нравится, все-таки первая часть набрала 140 тысяч лайков, это прям, это очень жестко, это очень много, 140 тысяч лайков, у меня подписчиков столько нет, какие 140 тысяч, господи, я житель столько не видел, на том видосе, где 4 миллиона просмотров, там 80 с чем-то тысяч, тут 140, людям очень сильно это зашло, я прям очень рад за нее, потому что я так смог с западной туба адаптировать с русскими песнями, и людям это зашло. Ну, слушай, мне кажется, такую рубрику все-таки надо оставлять на канале, раз если она будет пока жить, пусть она... Она исчерпает себя, тоже как раз песни. Надо все равно, я считаю, она до конца, вот как я, вот помните, ребят, как я снял паркур, я миллионы просмотров забирал, а в итоге скатились до тысячи, вот, но я снял, я помню, у меня был момент, когда я сказал, вот наберем 2000 лайков, и я сниму, прошло 2 года, мы набрали 2000 лайков, и я снял, и сейчас, говорят, снова набираем 2000 лайков, может когда-нибудь, я снова сниму, потому что я типа это, я не бросаю, типа, эту такую тему, тоже задавали вопрос, какая у тебя мечта, что вот вообще прям такое большое, может что-то хочешь в жизни? У меня скорее глобальные такие мечты, я мечтаю видеть освоение космоса, не знаю, может быть странно из моих уст звучит, но я вообще, целые полки с книгами стоят рядом со мной, на космические темы, биологические, и я смотрю каждый запуск SpaceX, другие трансляции, и я мечтаю именно через 10 лет, через 20 в старости, видеть, как люди ходят по Марсу, и для меня это будет просто, я хочу видеть прогресс общества, и по поводу себя, я хочу просто стабильную работу, работу или хобби, которое будет меня удовлетворять, и здоровье, на самом деле. У меня прям такой масштабной мечты для себя, пока я не вижу, ну прям, я мечтал, чтобы меня был видок проконал, и с ним было все хорошо, у меня сейчас все хорошо, поэтому я все поддерживаю, и больше не требую. Ну да, мечты, они, как говорится, со временем могут поменяться, еще один вопрос, тоже часто задавали, чем занимаешься в свободное время, от роликов, когда, допустим, сделал ролики, и что делаешь? Сплю. Тоже любишь поспать? Ой. Ну я иногда не могу поспать даже. Я сделал ролик, и я доволен. Я пару раз даже свою премьеру в видосе проспал, то есть я поспал на премьеру, только сплю, в итоге просыпаюсь, там уже все закончилось. Но, если серьезно, то вот сейчас особенно очень много спортом занимаюсь, хочу нормальное тело, потому что я до определенного возраста был жирным, то есть очень, то есть я не занимался собой, жрался. Слушай, по тебе даже не скажешь, прямо это, видимо, хорошо. Это прям, спасибо, потому что для меня это было прям, это комплекс, у меня даже был комплекс до 9 класс, по всему, не помню. Вот сейчас я стараюсь поддерживать себя, потому что раньше был, а, ты можешь покидать старые фоточки, но, может, ты даже ставишь их, всегда ставишь, я, короче, скину тебе палочку, чтобы зрители посмотрели на это. Окей. Может, которое раньше было. Ну, вот поэтому, в свободное время это спорт, это книги читаю в последнее время очень много, потому что из-за нагрузки с роликами, нагрузки в ВУЗе, я просто не могу воспринимать книги, потому что, ну, надо еще анализировать все, я их заменил пока сериалами, книги буду, наверное, летом читать, когда они были такой нагрузки. Поэтому я сейчас рекомендую смотрю. А вот, кстати, насчет сериалов, это какие вот сериалы вообще посмотрел или смотришь, помимо вот? Мои любимые, у тебя немного лажут, любимый сериал это «Черный зимний», «Breaking Bad», «Останцы в живых», первые три сезона. Мне сложно, кстати, вспоминать. Из русских кухня, но мне, надо смотреть по ТВ, не до конца. и пятый сериал, а, самое любимое, это мультсериал, это «Аватар». Я просто балдею с него. Я, наверное, раз каждые два года его пересматриваю и просто уже раз 6-7 пересматриваю. Тоже хотелось бы еще вот в прошлом у меня было интервью, может, ты даже его смотрел, с «Вечным», где мы уже болтали о многом чем. И у меня тоже хотел бы тебя спросить, как ты относишься к татуировкам. Твое отношение к тату. Хотел бы, может, ты себе набить, я не знаю. Были такие мысли, но пока что я не планирую. К татуировке я спокойно отношусь и у меня у многих друзей они есть, и поэтому я не вижу в этом ничего плохого. Если человеку нравится, то он делает. Ну, пока что что-то такого вековечить на самом теле, я понимаю, что ее можно состить, но пока что у меня в планах или желаний никаких нет. Тоже. Думаю, это будет, наверное, последний вопрос. Твое любимое блюдо? Что ты любишь покушать? Я бы, наверное, надо тогда разделять, наверное, то есть, типа, это очень сложно. Много, наверное, да? Ну, типа, и супов есть что-то из старых, блюд из сладенького. Давай все перечисляй. Давай вот все. Все самое любимое. Мой любимый суп. Это, короче, я в Калининграде тысяча летом был, в каком-то ресторане попробовал томатный суп, острый томатный суп в хлебе. Такой круглый лепуханка, голова хлеба, вырезанная изнутри, и в нее залит суп острый. Это настолько вкусно. То есть, ты съедаешь суп, потом еще отламываешь кусочки, которые хрустят, тарелки, и ешь ее. Офигенно. Из старых блюд наверное лазанья. Я не знаю, я не сложу все это, на самом деле. Зависит еще от того, кто это готовит и как это приготовлено. Потому что можно съесть нормальную лазанья, можно прийти в какой-то ресторан, тебе приготовлено не на что. сладкого. Я сладкое посморяю, меня не ем. Ну, я бы, наверное, потерял торт я забыл, как называется. Наполеон. Нет. Короче, я его назову медовик, потому что я его тоже люблю. Но еще, знаешь, такой белый с черными полосами. Да. Я забыл, панчо, панчо, панчо называется. Он мне нравится. Из напитков я люблю томатный сок. Томатный сок, интересно. Да. И многие люди хорошо знают. Почему они тебе нравятся? Ну, вот такая любовь. И кофе. Я без ума. Каждый раз, или когда иду в гос, или из него, то захожу в свою любимую кофейню и беру кофе. А вот в этих, в Бургер Кингах, Макдоналдсах часто вообще? Ну, приходится за компанией, потому что сейчас это или нет. Сам иногда срываюсь, потому что после пяти пар иногда очень сильно их хочется есть, возьму такой датный. Сегодня можно, вечером позанимаюсь, побегаю. Ну, разделяюсь между Киевсией и БК. Бургер Кингом. Макмин что-то не очень. А вот насчет каких-нибудь этих алкогольных напитков злоупотребляешь или? Не злоупотребляю, но и не против. То есть, сейчас я хоть и на зоже, но... По праздникам? Не, не по праздникам. Это же зовут на всякие вписончики там, просто праздники. Я не очень много алкоголя за всю жизнь попробовал, но мне нравится полусухое вино Абхаз. Я когда в Абхазии был в прошлом году, я прям кайфовал от этого. Из бочек прям мне наливали и дегустировал. Наверное, сам вкус из крепкого поля, но наверное, ничего, я не очень люблю крепкий алкоголь. А вот насчет вредных привычек курения, не куришь ведь? нет, не курю. Все, правильно, не курите, ребят, это зло. А то в прошлом интервью я... И не бейте, это тоже. Не забывайте. Вот, ну, слушай, мне очень понравилось, прям, я тебе скажу, это, наверное, одно из таких более насыщенных интервью получилось. Спасибо. Оставляйте свои комментарии, какие-то пожелания. Можете также в комментариях написать, у кого мне еще можно взять интервью, потому что благодаря Максу Максимову я теперь получил, так сказать, направление вот этой рубрики. У меня теперь, как это сказать, появился выход на многих крупных блогеров, каналы. В общем, я планирую на самом-то деле плавненько все-таки вот эти ковры, ковера, ковры, да, сделать немножечко, ну, уже пореже и стараться все-таки переходить вот мне кажется на интервью, потому что мне кажется такой контент, он, ну, в плане как-то поинтереснее, что ли, в плане обсуждаемости, есть что обсудить и может и в комментариях люди начнут какую-то свою точку зрения писать и в принципе он будет в дальнейшем, может быть, на протяжении какого-то времени, он, знаешь, актуален будет. То есть, допустим, люди искать канал, они будут находить и, допустим, например, о тебе, потому что у тебя же на канале нету роликов, допустим, так вот с лицом, там, все это, а так они зайдут и хотя бы узнают о тебе. Ну, спасибо тебе, что позвал, действительно, очень интересный вопрос, я так и сказал, что про заработок и про танки и вот эти вопросы, но некоторые прям удивили. Ну, вот, тут некоторые от меня, некоторые от зрителей, так что, ребят, всем спасибо, кто накидывал вопросы, потому что я, когда, помню, только-только начинал запускать эту рубрику, вообще приходилось просто вопросы самому придумать. Сейчас, благо, зрители их задают сами и меньше времени на отбор вопросов идет. Ладно, друзья, подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайком, делитесь этим роликом, поскидывайте всем просто друзьям, бабушкам, дедушкам, кому только можно, чтобы он разлетелся по интернету и набрал миллиард просмотров, и все у вас будет круто. Все, всем спасибо, всем пока, увидимся в новых интервьюшках, до скорого. Все, ребят, всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok,